Каждый раз, когда я выхожу из дома на променад в кафе или ресторан, меня одолевают терзание и мучение из-за выбора места. Из всего многообразия очень трудно выбрать достойное и подходящее место, где будет не просто вкусно или красиво, но и интересно. Хочется не просто покушать и пойти домой, а попасть в совершенно другой мир, в котором услышишь или узнаешь что-то новое или удивишься чему-либо. В общем, хочется ярких впечатлений и эмоций, чтобы было что вспомнить и рассказать друзьям. И вот однажды я задумалась, а что интересного есть в городе Батуми? Есть ли в Батуми места с душой, с идеей, с миссией донести людям информацию или дать мощную энергетику, заряд эмоций? Как оказалось, Батуми в этом плане очень интересный город. Итак, моя ода команде заведение Гараж Вайнс. Как бы я охарактеризовала это место? Настоящая прививка вкуса к хорошим белым и красным напиткам из винограда. В этом ролике вы увидите дегустацию вина, а вернее винный вечер, в котором мы не только окунемся в культуру вина, но и узнаем историю создания напитка со слов удивительно много знающего и интересного человека, директора этого заведения. Ну и конечно же попробуем вкусные и качественные образцы грузинского виноделия. Сюда обязательно стоит пригласить друзей, чтобы показать им настоящую грузинскую кухню с ее атмосферой и теплотой. Среди множества заведений, на мой взгляд, это единственная в городе с таким особым оригинальным концептом. Помимо самой идеи и оформления, большое внимание уделяется меню. Все блюда вегетарианские, из овощей, фруктов, молочных продуктов. Такая еда не перегружает, нет ощущения вот этой тяжести, что ты встаешь еле-еле из-за стола, переел, перепил. То есть чувствуешь себя легко и хорошо. Конечно же не забываем про главную цель такого вечера ужина. Это показать вина из разных винодельческих регионов Грузии. Мы попробовали около шести или девяти вин и все в принципе понравились. Было очень вкусно, но больше конечно интересно, потому что все-таки вино это такой напиток, который надо уметь пить, уметь его раскрывать вкусовые качества и так далее. Поэтому мне, наверное, было больше любопытно и интересно. Ну и конечно же, я все-таки понимаю, что красное вино мне более по душе, чем белое. Но белое все-таки пьется легче, чем красное. Но об этом нам тоже во время дегустации рассказывали и объясняли. Сам бар расположен в настоящем бывшем гараже, что уже является не обыденным, а достаточно оригинальным. И это не просто старый гараж, это настоящий музей с множеством интересных вещиц, книг, которые кстати можно и купить. В будущем планируется даже открытие библиотеки, в которой можно и почитать книги и прикупить. Этого молодого человека зовут Кирилл, и он нам порекомендовал обязательно к прочтению книгу «Витязь в тигровой шкуре». На протяжении всего вечера абсолютно невероятная атмосфера. То есть это не просто дегустация вина и сыра. Это настоящее застолье с тостами, песнями, дружескими беседами, в котором участвует вся команда, в том числе и директор. Что поразило лично меня, буквально поразило, что сотрудники это не просто люди, которые пришли на работу, выполнить свои обязанности и получить зарплату. Люди, которые там работают, они живут, дышат тем, что делают. Они встречают посетителей не как клиентов, а как гостей. И что еще больше всего меня удивило, что их поведение во время встречи, разговоров, оно абсолютно не наигранное, оно не по сценарию. Они реально говорят, как будто вы уже с ними знакомы, и вы пришли в гости к другу. Это очень впечатляет и цепляет. Пару слов непосредственно о гостях. Совершенно удивительно наблюдать, как гости из разных стран, из Беларуси, Грузии, России, Украины, Японии. И был такой, я его называю, пират Карибского моря, по-моему, на Карибах родился. Очень интересный человек тоже. И было просто какое-то чудо, что люди, говорящие на разных языках, друг друга понимали. При этом была очень веселая и непринужденная атмосфера. Все это, конечно, очень поразительно, поскольку, когда люди совершенно чужие встречаются в каком-то маленьком замкнутом пространстве, и чтобы они там, ну там, в течение часа уже там общались, там, как давно знакомы люди, ну это большая редкость. В частности, это какая-то зажатость, какая-то такая скованность, недоверие, ну как бы как-то там. А здесь вот команда, она как-то сделала так, что все расслабились, всем было хорошо и все были открыты для общения. Итог. Тем, кто хочет попробовать что-то новое и кому надоели однообразные форматы, рекомендую собрать друзей или знакомых и приготовиться к приключениям. Поверьте, вы не забудете этот вечер никогда. Итак, я приглашаю вас к просмотру, не побоюсь этого слова сказать, фильма, который составлен из кусочков винного вечера. Итак, смотрим. Блин, что я тут рассказываю? Тут же все там будет. Ничего, мы два раза послушаем. Я сейчас покрасняю. Понюхай хотя бы. Ну вы можете остаться у нас? Я хочу все-таки провести время, чтобы тоже понять вашу информацию, которую вы хотите донести до людей. Это будет немножко позже, в общем, и вы попробуете грузинские блюда тоже. Да. У нас в программе сегодня традиционная грузинская музыка, также грузинские блюда, и вино. Настоящее грузинское нефильтрованное вино, которое произведено в Каврика, как сказал вино. Камаларич. Да, так что вечер обещаю, будь веселым. Давайте я вам объясню. Так как у нас вино нефильтрованное, используются природные дрожжи. Это виноград Сави Каури. Он собран у нас в регионе... Он говорит, что по всей Грузии практически, но этот виноград, урожай 2019 года, он собран у нас в Альдаре. Из-за того, что вино молодое, нефильтрованное, ему нужно время для того, чтобы его открывать, и он ощущается кислородом, он раскрывается постепенно по-другому, по-другому. То есть можно почувствовать со временем разные запахи. То, что нефильтрованное, скорее всего, это и дает ему ту крепость, по которой вы говорите. Там у нас, так как система производства грузинского вина, как мы говорили, нефильтрованного настоящего в Каври, оно отличается от производства обычных вин, которые мы привыкли видеть в магазинах. Есть, можно сказать, две системы производства вина. Европейская и грузинская. Европейская, она индустриальная. То есть вино происходит в производстве в четыре этапа. Оно создано для того, чтобы просто быть созданным и проданным в магазине. Грузинское же вино, оно создаётся специально вот таком вот устройстве, которое называется. Оно высотой где-то... Разные, разные. Да, разные, они действительно разные. Закапывается оно в земле примерно 3-3,5 метра для того, чтобы там была специальная температура. Оно создаётся с помощью природы, это вино. То есть, можно сказать, никто ещё не превзошёл природу в плане производства вина. И грузинскому методу производства вина ему больше... Сколько? Больше пяти тысяч лет, уж точно. У нас сейчас там будет длинная церемония, на которую люди все и собрались. Да, просто там постепенно идёт подготовка и эти ребята нам помогают. Чем отличается грузинское вино от европейского вина? В Украине, в России, в Крыму производят по системе европейской. Тут же... Фильтрация. Да, фильтрация. Тут не фильтровая, но первые четыре слоя мы вообще не исполнили. Вино тут всего семь слоё. Точнее, первые три слоя. Там используется... Состоит жмых. Такой чача. Чача мы называем... Кожура. Не кожура. Чача? Тонсадок. Ну да. Да, да. Чача – это действительно кожура, отжатый виноград. Первые четыре слоя мы снимаем и переливаем в другой баври. Это и есть настоящее вино. Первый, верхний слой, нижний, средний. Вот это настоящее вино. А самое же вино мы используем для производства чачи. Уже как напитка. Для того, чтобы вино было, например, ещё крепче, или там создать дополнительно ему какой-то привкус добавить. Используется... Вот виноград растёт и ваза на нём. Кисть. Да. Берётся сама ваза уже за спешего винограда, но без самого винограда. И добавляется в вино. Возможно, и это... Для горничного. Наоборот, она впитывает всё вот врезанное. Да, всё вредно. То есть... Сами кисти винограда без винограда. Да. Это вино, оно органическое. Органическое вино, оно отличается тем, что при его производстве старается максимально... Сохранить вкус. Максимально сохранить вкус. То есть не использует никаких дополнительных химических средств. Не использует, ясное дело, сахара. Земля... Всё происходит, например, по астрономическому календарю. В общем, вот этим и отличается грузинское вино. Европейцы считают грудин ленивым. Потому что они не заморачиваются. Да, просто поставили, оно само сделалось. На самом деле, это кажется так, что вроде бы всё само сделалось. Это очень большой труд, потому что виноград, в среднем, с виноградом нужно общаться в году 300 раз минимум. Просто подходить к каждому кусту винограда и с ним общаться, разговаривать. Представляете? Действительно так. Специально есть такие люди обученные, которые подходят. 2000 кустов. Такие гастарбайтеры пришли, такие, здравствуй, кустик, здравствуй. Да, они подходят, спрашивают, как у него дела, как там, какая повоза. Действительно, есть такое. И тут смешного ничего нету. Посмотреть и попробовать вино это, оно может и выглядеть смешно. Но то, как они потом производят вино, удивитесь. Действительно, удивитесь, насколько это качественное, хорошее вино. Ну, наверное, поэтому люди все приезжают в Грузию. Это, наверное, получить вот это удовольствие от чего-то древнего, наверное, такого. Создано природой, которую люди переняли и, ну, пользовались этим. Да. А еще такой вопрос, слышите? А вот я сейчас здесь нахожусь, а чтобы туда передвинуться, это нужно какие-то... Надо пройти квест списать. У вас здесь находится фабрика, наверное, да? Ну, как бы домашняя фабрика. У нас здесь нет никакой фабрики. Здесь мы только храним и продаем вино, сыры и чаи. Вино поставляется со всем регионам Грузии. То есть хозяин, он хорошо добирается в вине. Также, если у вас какие-то будут дополнительные вопросы, захотите углубиться больше в историю вина производства и в целом вина. Можете пообщаться с ним. Но он ездил по всей Грузии со своими друзьями. Они бывали в многих деревнях, пробовали настоящие у людей вина. Искали те, кто производит эти вина. И договорились, что привозят сюда. То есть все вино, то, что тут находится, все пробовано. То, что это качественно. А с виду так и не скажешь, что здесь прямо настолько информированы люди? Этим хорошо отличается Грузия. Да, маленькое средение, но много информации. Это круто. Мало рекламы. Они еще это такое. Вы узнаете немного больше там. Да. Но сейчас пока там идет. Интрига сохраняется. Мы еще до сих пор не понимаем, что же нас ждет дальше. И скоро мы туда переместимся. А вы сами растите вообще виноград? Я сам. Ну, в процессе. Говорите там с виноградом. Здравствуй, виноградик. Я бы растил, но я так как живу в квартире, мне нигде. Я не могу его выращивать. Можно в ядре посадить в каком-нибудь. Просыпаешь, в своем утре. Здравствуй, виноградик. А он тебе отвечает. Здравствуй. Это знаете, вот можно увидеть эту ситуацию как раз в фильме «Отец солдата». где... Вы смотрели этот фильм? Не все. Грузии очень-очень любят этот фильм. Это грузинский? И советую вам посмотреть. Это старый советский фильм. Советский. Где отец искал своего сына во время войны. И был момент, когда возле... уже в Германии отец этого солдата вышел, увидел виноград. Выбежал, радуется так, подбежал к нему, целует. И вот ласкает, разговаривает с ним. Такой трогательный момент. И тут танкист заводит машину и едет по виноградню. Ну тот, ясное дело... Я так немножко перескажу этот момент. Тот начинает с ума сошел. Как это? Как это можно виноград переехать танком? Он его вытаскивает, останавливается перед машиной, чтобы он не переехал виноград. Он говорит, лучше меня переехать, чем его. Тот вышел такой удивленный. Старик, ты что делаешь? Дурак, помирай за виноград. Он ему объяснил, что ты зачем так делаешь? Виноград это как ребенок. С ним. Говорит, ты что фашист? Говорит. Ну вот какое отношение в Грузии к винограмму. Трепетное, скажем так. Да, такое трепетное. Я, конечно, этот пересказал момент не очень так интересно, но все же. Ну кажется, задумался. Ну да. Ну стоит посмотреть, там действительно этот момент очень хорошо показывается. Ну что? И, казалось бы, фильм совсем не об этом. Что-то там грандиозное происходит. Там, понимаешь, я смотрю на вот эту штуку красную. А потом вижу, там заходят, выходят, раз, два пошли. И что не пришел? Подсчет пошел. Сейчас такие решетки на двери, все, типа. С тебя вот этот чандришка разошел. Дик. Главное не провалиться, не упасть, никуда не заблудиться. Здрасьте. Здрасьте. Ой, мамочки, ступеньки, ступеньки. Аккуратно. Ты ко мне здрасьте сказал. Ёлки? А, здрасьте. 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 Конечно, какой-то... Как... Это вы, Зия, да? Боже, как вы разговариваете. Это супер. Вот сюда. Вот сюда, да? Да. Отлично. Добрый вечер. Еще раз. Ну, там все скромненько сидят, типа, еще ж не это. Да, да, да. Можете распадать, как вам комфортнее. Можете вот на этом одном диване присесть, там в других костей посадить. Петь, как тебе, Саша? Ну, прости, пожалуйста, я просто... Ой, мама меня, сейчас я залезу. Катя, как у меня? Все будет очень круто. Атмосферненько. 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 Сегодня мы, смотрите, сегодня мы будем пробовать вино. Начнем мы немножко не со стандартного вина, чтобы вас просто немножко удивить. Это вино из карфетей. Оно сделано полукарбоническим методом, я объясню, что это такое. Это купаж рогацетели, нисуаны. И также буэра. Буэра это такой вот сорт, представьте. Можно подать мне? Я. Я сегодня выступаю в роли Меликипе. Меликипе на грузинском это тот человек, который разливает. Вот, у нас все с этим четко и строго, то есть не просто так какой-то там разливал или что-то в этом роде. То есть у него специально своя роль. Так, в конце четко. Значит, это вино, так, купаж из четырех сортов винограда, который, в принципе, гацетели, это всем известный сорт, который, скажем так, основной сорт грузинского вина, который известен всем, что у него хорошая выдержка, то, что у него хороший, я пока поколадусь, так описанно, тем, что он очень такой, с большим иммунитетом, в общем, одним словом, такой, на чем держится все грузинское виноделье. Но в купаже он используется для того, чтобы объединить, поддержать другие сорта винограда, которые могут быть не, скажем так, сильно, не такие сильные, не такие. Кстати, я на русском все понимаю, да, я на всяком случае. То есть у нас общий язык у всех русский, правильно? Понимаю. Окей, хорошо. Не, можно отрицать на другая язык, не проблема. Так вот, и кацетели, кацетелиозе, буэра, это тоже грузинский аутентичный сорт, турец, и, значит, насенцвана. Но оно сделано карбоническим методом, то есть в момент того, как делается вино, то есть берут отборные сорта грозди винограда, и когда идет процесс бурления, то есть процесс ферментации, туда добавляют вот эти вот непосредственно отборные грозди целиком. И получается эффект того, что это вино, несмотря на то, что оно 2019 года, оно становится уже насыщенным и более таким завершенным вкусом, и, скажем, эффект состаривания получается. Что ж, я, так как у нас сегодня традиционное грузинское застолье, я этим вином хочу выпить в первую очередь за мирное небо над нашей головой, которое нам позволило всем здесь собраться, послушать меня, выпить прекрасного вина, закусить грузинское аутентичное закуской и блюдами. Так что давайте выпьем за мирный потолок над нами, да, и мирное небо, потому что именно благодаря этому мы можем сейчас собраться и насладиться вот этим самым моментом. Можете, кстати, вам в особенности, вы можете держать немножко, немножко такого ноу-хау, таких подсказочек, можете держать так, вам удобнее будет чокаться, не вставая за стола, или дальше у вас будет... Вот, да, так, уже лучше. Класс. Так. Давайте сейчас беремся багажки над столом, чтобы... Давай. А, мне тоже кадрик нужен. У вас нету, у нас нету, у нас нету, у нас нету, у нас нету, держите мой багаж, пожалуйста, Ева. Держите. Так, сейчас. Я чуть не забрала. Да, отличный кадрик, отличный. Отличный. Ну что, как? 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 Можете в вине разбираться. Дегустаторы, да? В районе. Знаете? Не землячки. Самое。 Ели еще. Менос-менос! Помните меня? Rom? К ‑‑ Если я не напомню, то я не помню, поэтому не считаю человеком. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Первый – это европейский, он же французский, который мы прислали в Печле, и второй, который самый древний, это грузинский, может быть, свыше 8000 лет. В чем фишка грузинского метода? Это в том, что у нас есть смешные пушки, которые попадают под землю, и благодаря их уникальной форме, вытянутой такой формы, любая жидкость, которая туда попадает, выстраивается слоями. То есть получается, что из-за вот этого вытянутой конусной формы вся эта масса, которая туда попадает, она выстраивается слоями. Если это попало бы в любую другую форму, там бочка, цилиндр, просто круглая и так далее, оно не выстраивалось больше, чем на 3-4 слоя, а здесь выстраиваются с семи слоями. И кроме того, что сама форма уникальная, также тот метод, что он закопан в землю, оно предоставляет стабильную температуру для хранения и вообще для ферментации вина от 8 до 12 градусов. Это прелесть, которое, это преимущество на самом деле. Многие думали, что грузины ленивые ребята, что они просто там что-то залили землю где-то там у себя по дворе, в шин типа туда закидывают туда все, и косточки, и кожицу, и там где-то эти греки винограда без ягод, да, думают, что они вообще в начале 90-х так считали европейцы, что грузины ленивые, они просто там кидали все, что-то там мешают. То есть эти корни бывают от 200 до, 200 литров до 7000 литров, и, скажем так, делаются они все вручную. Ну, я сейчас недавно буквально был в Америке, в Бостоне, на грузинском винном симпозиуме, там обсуждался вопрос того, чтобы, ну, американцы это те люди, которые, вообще-то, в принципе, американский рынок, это рынок, скажем так, всего, что можно не наесть, самый большой рынок, да, то есть его задача это индустриализировать все, и, как правило, они подумали, почему бы не индустриализировать квевель, да, почему бы не сделать его на заводе выпускатель, просто штамповать. Ну, к сожалению, это не работает, потому что именно ручная работа, она придает уникальность этому, то есть все те квевель, которые делаются там на 3D-принтерах, там на заводском, они дают трещину и так далее, потому что это глина, и потому что она делается с душой. Глина – это все-таки органический, да, материал, и имеет все-таки значение, кто его делает и как его делает, то есть до сих пор это не поддается индустриализации, и это очень важно. Так вот, благодаря тому, что он закоплен под землю, процесс ферментации идет идеально, он происходит очень глубоким, то есть является очень глубоким, полноценным, то есть, в отличие от европейского способа, который происходит, ну, даже в подвальной температуре, или в температуре, там, окружающей среды, это происходит гораздо быстрее, температура, то есть, может быть, там, не требуется ферментация. У нас она может идти месяц, может идти даже, там, 40 дней, там, 45 дней и так далее. Это очень важно, потому что идет большая, глубокая экстракция от кожицы и так далее. Также думаем, ну, в Грузии, то есть мы, как вы знаете, набрасываем туда все это, косточки и клетни, винограды и так далее. У тебя же есть, да, память? Окей. Добрый вечер. Александр Ломазе сегодня он расскажет пару слов о том, что было приготовлено и почему было приготовлено. Да, мы приготовили вариации грузинской кухни, и мы приготовили, вот вы видите, лепешки, соусы, там, из шпината закуски. Да, из шпината закуски, это классические закуски грузинской кухни, которые мы сделали аутентично, и добавили, ну, там добавили новые, новые вариации. Ну, в вариации я могу сказать про лепешек, потому что там у нас по начинке тыква, лепешка начинает с тыквы, и сделаны соусы. Соус сделан на основе надуги, надуги это молочный продукт, грузинский молочный продукт, и мы заправили это все чесноком. Все, и еще мы сделаем вариации, вот там у нас свекла с кемальным соусом. Вот это, да? А это, хочу говорить, с начинкой лука-порея. Да, все это, вот это у нас сушеный жир с тыквы, с тыквы на пиуре, который само заправлено с чесноком, перцем и немножко айзи. Да, это вариация вкусов сладкого и солёного, и я думаю, что интересно. А вот то красненькое что это? Вот красненькое, это у нас красный шпинат с свеклой, приправленный по-грузински, ну, как сказать, кинза, чеснок, немножко вальширки для пикантности, и всё. А скажите, есть какие-то грузинские названия в лёд? А грузинские названия, вот, как сказать, вот это пхали, вообще абсолютно это пхали, это, не, не, я говорю, это пхали, да, вот это тоже шпинат и пхали, вот это тоже шпинат и пхали, вот это свекла с кемаль. Мы сварили свеклу, и потом она стояла, она стояла в кемале, она стояла как мариновалась. Да, мариновалась в этом соусе, и вот кемали, это самый наш первый, как сказать, кисло-сладкий соус грузинский, который делается из слива. Я его обожаю, зелёный и красный. Да, да. А вот этот соус, это, да, на столе. И надуги тоже обожаем, но мы знаете, что с него делаем? Сорники. Ну, там можно такие. Вот так. Да, 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 обязательно. Сорники обычно делают всё из творога, да? Ну, а человек, который продаёт надуги, такие говорят, для вас творог, и всё, идите. Вы творог купили. А лаваш тоже сами поклеили? Не, лаваш – это истонная, да, это уже истонная. Пока истонная, так. Вы лично повар, или у вас есть ассистент, или вы ассистент повара? У меня есть ассистент. Мы никак, пока не определили, кто повар, кто ассистент. По идее, по идее, наша главная идея, что внедрить нашу кухню уже как европейскую кухню, потому что у нас очень много таких блюд, которые неизведанные, потому что, когда ты смотришь к европейскую кухню, ты, ну, прямо, да, тепло на табака, или так далее, хинкали, туалет, ну, всё что-то. Но мы хотим всё это показать на новую, на другой стороне, потому что вот, что вы здесь водите, это всё вегетарианское и очень пикантное. И, знаете, не такой вот изысканный вкус, и нету доминирующих вкусов. Я хочу, как у нас здесь, или в веналке полифония, или музыка полифоничная, вот так, и грузинские блюда полифоничные, и там можно прочувствовать много таких вкусов, которые не чувствуешь или в хинкали, или в хачпуре, или так далее. Да. Ещё, естественно, мы хотим воскресить эту кухню и делаем всё абсолютно. Но тут всё здоровое, здоровое питание, в принципе. То есть, тут нет ничего такого, что там майонезы, масло, жарка, шварка, ну, такое всё. Ну, да. Скажите, пожалуйста, какое в вашей жизни было самое трудное грузинское блюдо, вообще, которое... Самое, самое трудное блюдо... Которое готовится... Ну, естественно, достаточно, потому что, знаете, на... Первый сглаз, первый сглаз, да, это просто курица с ореховым соусом. Но там есть какие-то нюансы, которые надо прочувствовать и сделать с душой. Вот. Когда подносили, я буду ещё делать не получать. Потому что на пару сглазчинствовать ещё раз. Я говорю... Спасибо вам большое. Спасибо. Попробуем. Давай. А вот это что такое за листик? Ну, это мята. Это мята. Это мята. Ну, это гарнир. Супер. Класс. Казахстане. Катя, подождите, я снимаю и ценю, и всё. Ай, подожди, я не могу его словить. Он такой маленький, аккуратненький. Подожди, я с мятой прямо спала. Ну, проба. Ребята, будем. Как вас зовут? О, тёска. Александр, Александр, познакомьтесь. Спасибо вам большое. Не знаю, за какие вкусняшки. Это просто... Между прочим, мы сейчас вот очень сильно интересуемся вот здоровым питанием, чтобы меньше каких-то там... Это идеальный стол. Просто идеальный вообще. Спасибо вам большое. Спасибо. Прошу вас, мадам. Катюша, передавайте подружбе. О, мультфильм. Видите? Прошу вас. – Прошу вас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Называется он вообще-то сыр, который впихнут, да, впихнутый сыр. Почему-то, чтобы идут к кувшинчикам, и в них впихивают этот сыр, и когда он впихнут, он выдает свои сливки. То есть можно как-то в кувшинчик, можно так и просто в обычные кувшинчики его укладывать, но это долгий женский труд. Очень долго пробовать его из того, как его делают, сушат, вытягивают и потом ещё впихивают, в общем. Поэтому он получился такой интересный, то есть никакой, ну, думают, люди натерки натирали, там, что-то какое-то, нет. Ничего подобного, просто нужно его, в общем, правильно его нужно пробовать, то есть надо брать, ну, вот, например, вот, хотя бы вот так. То есть, если вы будете брать просто отдельную фракцию, это не будет эффекта от этого, потому что надо брать, чтобы быть комочком сливок. Так что, наслаждайтесь. Те-ни-ли, да? Те-ни-ли. Класс, спасибо. А вы заметили, что девушки с одной стороны сели, а парни с другой? Да, да, да. Ребята, будете допить со стаканчиком вам? Мы шли на войну, это как лепёшки, вот они, они очень долго хранятся и очень калорийно. Давайте мне маленький. А, боитесь? Да. Хорошо, а по центру что такое? По центру это что такое? Это козий сыр, там, с плесенью тоже. Ага, козий сыр, то есть дамбол хача, ашмели и козий сыр. Козий сыр, бона. Козий сыр, бона. Бона. Козий сыр, бона. Да, бона. Козий сыр, бона. Ого. Да. И в честь неё назвали первой казани. Это какая-то порода непосредственно или имя? Нет, это и нет. Это в Кархетии наш сыродел. Он делает, он, скажем так, учился в Европе, сыродел и потом восстановил у себя. Мы подарили козу и он еще раз на почувствии нет. И сделает сыры другого качества. От Боне. Александр, а скажите, пожалуйста, что такое за тыква там? Вот, тыква у нас свечерная сухофрукта с айваком. Сухофрукта с айваком. Сухофрукта с айваком. Мы взяли пекун. Айвак. Айвак. Да, айву, сухофрукта и орех. Грецкий и фундук. Потом затепили и подали. А можно мне куточку? Как это началось от того, сисповеда? Спасибо большое. Можно три ложечки едем и сейчас Александру. Слушай, класс. Сейчас будем снимать. Сейчас будем снимать. Айвак. Сейчас будет снимать. Айвак. Айвак. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...